Друзья, я рад вас всех приветствовать сегодня на нашем занятии. Сегодня у нас очень интересный вебинар. Такая вот интересная система, сегодня я о ней буду рассказывать. Система заработка подходит как новичкам, так и середнячкам, и профессионалам. То есть абсолютно, абсолютно всем подходит. Кто меня не знает, меня зовут Валерий Москаленко, я долго представляться не буду. Я думаю, что большинство на сегодняшнем занятии меня прекрасно знает. Проходили мои уроки, курсы, тренинги. И я думаю, что вы знаете, что я даю только интересный, проверенный, работающий материал, качественный. Я стараюсь всем дать всегда только хорошее качество, высокое. Итак, поехали. Я загружаю презентацию. Сегодня на нашем занятии сразу отвечаю на возможный вопрос. Запись мы делаем. Но, друзья, бывают технические какие-то проблемы. И записью могут быть проблемы. Извиняю за тавтологию. Но те, кто вживую пришел, нисколько не пожалеете. Сегодня будет просто бомба. Итак, все вопросы, которые у вас возникают в процессе, будет в конце занятия. Я отвожу 30-40 минут на ваши вопросы. То есть вы сможете в конце занятия задавать вопросы. Друзья, пожалуйста, на самом вебинаре, если есть проблема со звуком, есть проблема с вебинаром, да, конечно, пользуйтесь чатом, пишите и так далее. Но если просто у вас вопрос по самому занятию, то все вопросы в конце занятия. Итак, поехали. Какие у нас вот план вебинара? Сегодня мы разберемся с партнерками. Почему? Потому что партнерки для многих это, с одной стороны, классная такая штука, быстрый заработок, да, для многих. Но мало кто, подчеркиваю, очень мало кто нормально зарабатывает на партнерках. В основном все зарабатывают копейки. Друзья, копейки, согласитесь. И если это не так, напишите в чат, что вы зарабатываете, напишите, сколько вы зарабатываете, но если вы много зарабатываете. Если вы зарабатываете 2 рубля или там тысячу в месяц, пожалуйста, не пишите, это не нужно. Я прекрасно знаю, что большинство, 95% всех, кто пробует свои силы на партнерках, они зарабатывают копейки. Дальше, разберем, какая идеальная партнерка, я отвечу вам на вопросы, почему вы зарабатываете копейки, да, либо вообще не зарабатываете, либо зарабатываете мало, да, и мы сегодня подробненько разберемся, чтобы вы знали, что вам сделать, как вам исправить ситуацию. Виктория пишет, нет звука. Друзья, напишите Виктории, если есть звук, напишите Виктории, что звук есть, и пусть Виктория перезайдет. Вот, да, если у нас нет проблем со звуком, напишите, пожалуйста, что звук, все, звук есть, да, и вот напишите, перезайдите там, дайте рекомендации Виктории. Итак, поехали дальше. Мы разберем, что такое IOP и что это вообще за сервис. Я все подробненько расскажу и расскажу, почему это идеальная партнерка для всех, абсолютно для всех. У кого проблемы с рассылками, мы сегодня тоже об этом разберемся. А я знаю, что у большинства есть проблемы с рассылками. А как можно вести бизнес, например, на рассылках, если есть вот проблемы с инструментом, да. Если я, например, там использую для работы какой-то инструмент, а он сломался. Как я буду работать? Никак. Поэтому это проблема номер один – рассылщик. И IOP я сегодня объясню, расскажу и покажу, почему это отличный рассылщик для рекламных рассылок. Мы сегодня разберемся, что такое рекламные рассылки и как их использовать, и как IOP в этом нам поможет. Друзья, сразу отвечаю на вопрос возможный, что кто-то знает IOP. IOP – это не новый сервис, это старый сервис, сразу говорю, старый. И у меня уже была история с IOP. Где-то лет пять назад я его тестировал, я его пробовал. Но я его потестировал, попробовал месяц и ушел. То есть я не до конца разобрался, не полностью использовал IOP, и я вернулся. И сегодня я подробнее тоже расскажу об этом. Дальше также расскажу, почему вам, именно вам нужен IOP. Почему, да. И очень интересный момент. Я вам дам сегодня классную схему, как из 100 долларов, 100 долларов. Я думаю, что у каждого присутствующего сегодня на вебинаре, если он захочет, он найдет 100 долларов. То есть, ну, если у вас есть компьютер, если у вас есть интернет, если вы сегодня смогли попасть на этот вебинар, значит вы уже, ну, человек, который что-то может, да. Минимально, хотя бы минимально иметь 100 долларов, вы имеете, я больше чем уверен. Может быть, у вас прямо сейчас нету, но там цель поставите, завтра у вас будут, правильно. И вот интересная схема, как из вот этих 100 долларов гарантировано 100%. Сделать, например, тысячу. Я сегодня вам дам эту схему, абсолютно бесплатно. Дальше. И сделать, подчеркиваю, смотрите, тысячу ежемесячно. То есть, один раз вложили 100 баксов, все, больше ничего не вкладываете. Ежемесячно только вынимаете, вынимаете, вынимаете. Суперсхема. Дальше. Презентацию сделаю уроков и специальные автоворонки пою. То есть, целая школа у нас целая. Стас пишет, невозможно, супер, просто супер. Отлично, Стас, дождитесь и посмотрите, возможно или нет. А особенно примените то, что я дам. Кого ждем, никого не ждем. Итак, поехали, друзья. Сколько стоит обучение, в конце тоже об этом поговорим. Я для вас приготовил супер сюрприз, вы будете просто в приятном шоке. Да. Ну, давайте все по порядку. Итак, поехали. Какие виды партнерок бывают? В двух словах, не буду тратить много времени на это. Значит, партнерки бывают, ну, вообще много разных. Есть там какие-то интернет-магазины, сервисы и так далее. Нам, именно для нас, что нам подходит, какие бывают партнерки. Их можно разделить на два типа. Мы, я лично рекламирую разные курсы по образованию. То есть, например, там по заработку в интернете, по маркетингу, по сайтостроению. Есть партнерки, допустим, образовательные на эту тему. Я могу рекламировать. Это так называемые инфопродукты. Вот, одна категория. И вторая категория – это сервисы. Какие? Например, ну, например, хостинг, сервис. Например, рассылщик, сервис. И там тоже есть партнерки. Допустим, какой-то сервис, как маркетинговый инструмент, и у него есть партнерская программа. И мы можем его, этот сервис, рекламировать, рассылки делать, еще что-то. Ну, в общем, понятно. И зарабатывать. В чем же разница? Обычно разница существенная. Смотрите, инфокурс. Вот вы, я там рекламирую, например, какой-то инфопродукт, очередной какой-нибудь курс. И вы там, как подписчик мой, открыли, прочитали, посмотрели, ознакомились и купили. Вы купили его один раз. У меня к вам вопрос, простой вопрос. Вы его второй раз будете покупать? Конечно, нет. Вы же его уже купили. Зачем вам его покупать повторно? Да? Вы не будете покупать. И, например, второй вариант. Я вам порекомендовал какой-то хостинг. Хостинговый сервис для хранения ваших файлов, сайта, вашего домена и так далее. И там есть обонплата ежемесячная. Получается, что вы ежемесячно оплачиваете этот сервис. Это может быть хостинг, это может быть рассылщик какой-нибудь. И что, если там есть партнерка, я вас привлек по этой партнерке, это значит, что? Что вы получаете, то есть, точнее, я привлек, я получаю с вас каждый месяц. То есть, мы можем разделить два вида партнеров, определить два вида. Есть одноразовые партнерки, то есть, один раз продал, один раз заработал. И многоразовые, то есть, ежемесячные, то есть, партнерки, где есть обонплата. Друзья, смотрите, два вида. Как вы думаете, какая более интересная партнерка, на которой легче и проще зарабатывать? Та, которая один раз, то есть первый вариант, или та, которая с обонплатой ежемесячно второй вариант? Поставьте, пожалуйста, цифру один или два. Выберите партнерку для себя. Замечательно, супер, спасибо, и мы идем дальше. Партнерка номер два всем интересна, и мне в том числе. Какая она идеальная партнерка? Ну, как раз об этом я и поговорил. Я сейчас вам объяснил, я нарисовал вам образ идеальной партнерки. То есть, если вы привлекли одного человека, так сказать, клиента в какой-то сервис, и ежемесячно с этого клиента начинаете зарабатывать, для вас это идеальная партнерка. Понятно, да? Дальше идем. Давайте разберемся, почему же вы не зарабатываете на партнерках. Кто знает, может написать свою версию. Может сейчас в чат написать, почему вы не зарабатываете на партнерках. Кто знает, пожалуйста, напишите. Кто не знает, слушайте внимательно. Смотрите. Ну, во-первых, для того, чтобы зарабатывать, например, на партнерках, неважно, первый вариант партнера, который мы разобрали, либо второй вариант партнера, вот неважно. В любом случае, кто-то пишет, мало опыта. Ну, опыт во всем нужен, конечно же, однозначно. Но главное не это. Главное, смотрите, нужны какие-то ресурсы. Например, база подписчиков – это ресурс. Например, сайт посещаемый – это ресурс. Трафик не могут приводить, да? Анатолий пишет. Трафик, да? Очень важно. Нужен трафик. 100% нужен трафик. Сегодня мы разберемся, где взять трафик, как взять трафик. Сегодня я вам все это расскажу. Но есть еще один серьезный нюанс, вы о нем должны знать. Смотрите, с каждым годом в Рунете все сложнее зарабатывать на инфокурсах, поскольку мы в основном затронули уже первую категорию – это инфокурсы партнерок, вторая категория – это сервисы. И вот давайте, например, разберем, почему сложно зарабатывать на инфокурсах, становится сложнее. Ну, давайте я вам приведу такой пример. Допустим, какой-то инфобизнесмен А, назовем его на букву А, вот, он создал очередной какой-то инфокурс, даже шедевр. Пусть это будет бомба. Удачный какой-то курс. Вот. И что происходит? Этот курс, например, общедоступен в партнерской программе в какой-либо, неважно, в какой, в его личной или где-то на каком-то сервисе, типа Джаст Клика, да, допустим. Например. Вот. И любой партнер может взять этот курс и начать его продвигать, продавать, рекламировать и так далее. Что обычно происходит? Происходит такой, знаете, бум. То есть, в течение ближайшего первого месяца, как только появляется такой курс, или любой такой, ну, аналогичный курс, да, вот, происходит такой бум, и, например, такие сервисы, рекламы, как базар email, infos, там просто начинается ажиотаж, начинается забито. То есть, в первый месяц все зарабатывают на этом курсе. Кто наблюдал такую ситуацию, пожалуйста, поставьте цифру 10 сейчас в чате. Кто видел, когда выходит релиз какого-то курса и начинается, все начинают его, значит, рекламировать. Да, смотрите, десяточки, супер, я тоже всегда наблюдаю. То есть, что важно в этот момент? В этот момент важно успеть, правда? В этот момент быть среди первых, кто будет его рекламировать. И здесь зарабатывают две категории людей. Одни – это те, кто продает рекламу, а вторые – это те, кто покупает рекламу и рекламирует этот курс. То есть, и, ну, конечно, зарабатывает сам автор, если это по партнерке, он зарабатывает тоже. Но это длится недолго, друзья. Это длится буквально, ну, сколько там, месяц. Да, то есть, проходит месяц, максимум два месяца. То есть, достаточно быстро. И этот курс, что с этим курсом дальше? Давайте, друзья, кто знает, что будет через два-три месяца с этим курсом? Если он дальше будет продаваться, пожалуйста, поставьте цифру 9. А если он не будет продаваться, поставьте цифру 11. Да, пишет Анатолий, сливки сняли. То есть, смотрите, да, и вы абсолютно правы. То есть, почему вы не зарабатываете дальше? Потому что он уже отпродавался. То есть, рынок насытился. Поймите, есть определенный рынок, который интересуется инфокурсами. И мы все посмотрели этот курс, кто-то захотел – купил, а кто-то не купил. Да, он будет еще продаваться, но его продажи упадут на 90% примерно. То есть, если он хорошо продавался, то дальше он плохо продается. И получается ситуация, когда вы берете свои денежки. Например, у вас нет базы подписчиков. Вы берете свои денежки и закупаете рекламу на этот курс, а он не продается. И вы уходите в минус. Кто, у кого была такая ситуация, что вы брали свои деньги, вкладывали в эту рекламу, рекламируете какой-то курс, а он не продается. Вот он не продается и все. Вы его запускаете по своей базе подписчиков. У вас есть, например, база. Вы его запускаете, а он не продается и все. Вот кто был в такой ситуации, пожалуйста, 15 цифра, 15 в чате. Если вы со мной согласны, что бывали или были конкретно вы лично в такой ситуации, либо вы наблюдали такую ситуацию, 15, да, я согласен с вами. Итак, вот даже буквально недавно я делал рассылку по своей базе подписчиков, рекламировал по партнерской программе очередной курс. Вроде бы и курс хороший, вроде бы качественный и автор неплохой. Все хорошо, не продается. Вот прошли те времена, когда мы могли взять партнерскую ссылку, я отправил по 10-ти тысячной базе и много денег заработал. Такие времена уже прошли, друзья. Да, продажи есть, все это как бы еще работает, но это уже работает на 90% хуже, чем раньше. Вот так, понимаете? Вот, и если вы думаете, например, вот я недавно наблюдал такую ситуацию, человек дает отзыв на обучение тоже одного автора, что он взял новую автоворонку, взял новый курс, настроил все, пошел на биржу базар email, закупил трафик, вложил там 800 рублей, поднял 4 тысячи. То есть он вложил 800 рублей и заработал, ну, как бы грязными 4 тысячи, то есть чистыми 3200 получается. И он в восторге, он пишет, что теперь наконец-то я научился зарабатывать, теперь наконец-то я, ну, знаете как, на правильном пути нахожусь и дальше у меня будет все классно и шикарно. А я для себя думаю, ну, хорошо, дорогой, ну, вот тебе повезло, да, скажем, с этим новым курсом, ты просто вовремя его подхватил, а дальше что? Вот что ты будешь делать дальше? Вот он сейчас перестанет продаваться, и ты разочаруешься, и ты будешь просто, ну, так, немножко расстроен тем, что он перестал продаваться. Да, правильно? Вот, Владислав пишет, базар неэффективен, слив. Ну, скажем так, я не совсем с вами согласен, я закупаюсь на базаре, закупаю трафик, я его мечу, я вижу, когда продажа идет из базара. То есть просто, Владислав, знаете так, на базаре есть много плохого трафика, вот я бы так сказал. Он встречается, не очень качественный трафик, вот это будет правильно, но полностью слив, это может быть не то, что слив, а может быть, знаете что? Когда вы взяли продукт, который уже отпродавался, вот то, о чем я сейчас говорю, продукт уже ни на базаре, ни на инфозе, ни по каким-либо базам он просто не продается. Я еще раз повторяю, недавно брал партнерку, делал рассылку по своей десятитысячной базе, активной, у меня много баз, есть активные базы, есть сегменты, выделенные такие, да, суперактивные. Вот я по активному сегменту запустил на 10 тысяч, я сделал тысячу кликов, ноль продаж, понимаете? Ну это ни о чем, то есть на базаре бы, это бы, я бы потратил на базаре, например, там по среднем по 3-4 рубля, если за клик, то есть 3-4 тысячи рублей я бы слил и не получил бы ноль вообще обратно, да? Возврат ноль, то есть и был бы такой минус конкретный. И можно сказать слив, но слив на самом деле не по причине базара МЭЛа, а по причине того, что продукт просто не продается больше. Рынок насытился. Почему? У нас базы подписчиков пересекаются, друзья. Вот вы стараетесь, вы пишете, я вижу, что сразу в первые два дня с момента выхода продукта. Владислав, друзья, а как часто выходят продукты, если вы каждые 1-2 дня стараетесь, например, взять новый продукт? Как они часто выходят? Пожалуйста. Если это качественный продукт, вы попробуйте, поставьте себе цель хотя бы находить, не то что каждые 2 дня, хотя бы раз в неделю или раз в месяц находить новый качественный продукт, который не стыдно рекламировать. И вы увидите, что нету, просто нет, у нас в Рунете нету постоянного ежемесячного такого наплыва продуктов, которые подходят нам для рекламы. Вот в чем проблема. Их очень мало, да, их очень мало, и они очень редко появляются. И они очень быстро себя, ну как бы исчерпывают, скажем так, да, то есть очень быстро все прорекламировали, все, рынок насытился, все, кто хотел, основная масса 90% купили и все, да. И дальше сидим, ждем новый продукт, да, качественный, который поработает так же месяц, там, ну максимум 2 месяца и все на этом, да. То есть рынок очень практически не обновляется, подписчики у всех пересекаются, одни и те же. И как быть, да, вот как быть, вы обращаетесь к экспертам, ну к экспертам, ну и что, что эксперты каждые 2 дня будут выдавать новый продукт? Нет, конечно, никакой эксперт не в состоянии каждые 2 дня выпускать хороший, качественный, нормальный продукт для рекламы. Это будет или некачественный продукт, да, и подписчики не будут довольны, у вас просто вы убьете свою базу, некачественные продукты, или вам остается зарабатывать на рекламе, да. То есть вести рекламную рассылку, продавать рекламу на базаре, продавать рекламу на инфузе по своей базе, это называется рекламная рассылка. Вот так, рекламная рассылка, да, и мы сегодня тоже об этом поговорим, я расскажу, дам рекомендации, и там есть проблема, понимаете, ну мы сегодня вернемся. Итак, что вам нужно сделать? Давайте, друзья, Владислав говорит, уходить в другие ниши. Ну да, можно уходить в другие ниши, можно вообще интернетом не заниматься, понимаете, можно пойти на какую-то работу, вот, если так подходить. Есть решение, смотрите, какое, например, вы можете выбрать долгоиграющую партнерку, то есть вариант номер два. Партнерку, я сегодня о ней буду рассказывать, показывать, вот, которая будет у вас продаваться долго, постоянно. И вам с ней будет легко работать, почему? Потому что у нее есть обонплата. Вы привели в партнерку одного человека, представьте ситуацию, вы приводите в партнерку одного человека под себя, и он ежемесячно платит обонплату, например, за какой-то инструмент маркетинговый, допустим, за рассылщик. А вы с этого получаете, допустим, какой-то процент каждый месяц, ежемесячно. Более того, допустим, если он, ну вы еще кого-то приводите, да, вы ежемесячно, то есть вы приводите, допустим, даже немного людей, мало, но вы получаете ежемесячно свой процент. Вот так. То есть бизнес, вот этот бизнес, вот эта партнерка, они с вами делятся ежемесячно, каким-то процентом. Это работают по этому принципу. Точнее работают хостинги, сервисы рассылок, и тот сервис, который я сегодня вам буду делать презентацию, он тоже работает по такому принципу. У него два супер маркетинговых инструмента, которые мы будем использовать, да. Я немножко позже о них расскажу. Дальше идем. Я думаю, понятно, да, то есть понятно, почему вы не зарабатываете на партнерках, понятно, почему партнерки так вот плохо продаются. Идем дальше, друзья. Дальше идем дальше. Трендинги, страницы подписки обязательно. Ну, понятно, да, автоворонки. Сама автоворонка, она включает в себя и подписные, и продающие страницы, и страницы благодарности, и так далее, да. Вот. Классно, когда у нас еще есть сайт. Классно, когда этот сайт посещаем. То есть вы занимаетесь развитием сайта, на этот сайт заходят посетители, сайт целевой, и на этом сайте у вас рекламируются партнерки. Да, вы будете зарабатывать на этих партнерках. То есть можно подвести такой, ну, черту итог. Для заработка на партнерках нужны, нужна база подписчиков, это номер один. И, например, сайт или сайты, автоворонки, да, несколько. Это уже номер два. Ну, и, конечно же, нужна какая-то классная партнерка. Чтобы вот долгоиграющая, и желательно не одна, да, и я вам сегодня немножечко приоткрою такую маленькую завесу. Это не то чтобы тайна, это наши ближайшие планы. Я вам, как минимум, в ближайшее время, не только я, но еще и мои партнеры, мы вам предоставим пять сервисов, пять партнерок, пять штук. И в процессе будет еще шестая. То есть вот таких долгоиграющих, интересных, ну, об этом тоже немножечко позже. Дальше идем. Итак, Айоп, идеальная партнерка. Почему так? Давайте первое, проведем небольшой опрос. Кто знает, что такое Айоп, пожалуйста, плюсики в чат, кто не знает минусы. Итак, если вы знаете, что такое Айоп, плюсики в чат, и кто не знает, кто впервые слышит минусы. Да, то есть я вижу, что аудитория у нас 50 на 50 примерно, то есть много и плюсов, и минусов. Друзья, отлично, смотрите. Айоп, я лично познакомился, ну, давайте все по порядку, как. Вот Айоп идеальная партнерка, почему? Почему? Потому что в Айоп есть сервис рассылки, который решает проблему. То есть у всех сейчас, у большинства, кто занимается партнерками, кто занимается рекламой, а я так понял, что у нас на вебинаре в основном все интересуются и партнерками, и рекламой, и рассылками, да, то есть вот этой тематикой. И вот больше, чем уверен, что у многих есть проблема с рассылками. Это первое. И Айоп решает эту проблему. И второе, почему идеальная партнерка, потому что, немножко, вот обратите внимание, чтобы для вас это не было большим шоком, значит, 87% комиссионные составляют. Повторяю, комиссионные, вот партнерка в Айопе, отчисления, начинаются с 87%. Вы вдумайтесь в эту цифру. Например, человек заплатил 11,5 долларов за рассылщик в месяц. Там такая стоимость. 11,5 долларов в месяц. Это, кстати, немного по меркам самих рассылщиков у нас в Рунете. У нас средняя стоимость 1000 рублей. Если вы используете какой-то сервис рассылки, вы знаете, сколько вы платите. В среднем где-то плюс-минус 1000 рублей. Да, здесь 11,5 долларов. Ну, немножечко меньше. Но качество намного лучше. То есть доставляемость, открываемость, кликабельность. Все это намного выше, намного лучше и так далее. Так вот, из этих 11,5 долларов, 87%, ну, посчитайте, сколько это там, 9 долларов, вы зарабатываете. То есть вы приводите клиента на сервис и ежемесячно с этого клиента, подчеркиваю, ежемесячно получаете порядка 9 долларов. Представляете, какие проценты. Да, ну, думаю, понятно. В чате тишина никто, может быть, не до конца еще понял, что это такое, что значит. Два реферала и забыли про банк-плату. Татьяна пишет. Да, мы сегодня разберемся, почему так. Работал 2, да, 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 нету, нету результата. Да, Ирина пишет 9, а 10 долларов. Хорошо. И сегодня я объясню, что нужно, чтобы у вас работал АйОб, чтобы партнерка работала. 10 баксов, это круто. Итак, идем дальше, друзья. Я тоже, одна из причин, почему я забросил АйОб, потому что я не использовал эти два маркетинговых инструмента в свое время. Но сейчас мы будем делать немножечко по-другому. Давайте проведем небольшой опрос. Да, вот спрашивают Автовепофис, Пунктпэй. У кого проблемы с рассылками, пожалуйста, поставьте цифру 3 в чате. У кого проблемы, у кого нету проблем, поставьте цифру 6. Вот у кого проблемы с рассылками, поставьте троечку в чат. У кого нет проблем, все замечательно, поставьте цифру 6. Обратите внимание, друзья, есть шестерки, но их мало. В основном преобладают тройки. Есть шестерки, встречаются. Но смотрите, если посчитать количество троек, их гораздо больше. Процентов 70 точно. Из опроса, да, смотрите. А почему? Потому что вот звучат в чате у нас, пишут, да, Спунктпэй, Автовепофис. Давайте я вам быстро, в двух словах, Автовепофис, меня заблокировал. Это было где-то года 3-4 назад. Он меня заблокировал. Я два месяца с ними переписывался. Они меня отправляли в Mail.ru. Я с Mail.ru переписывался. Mail.ru говорит, извините, у вас все хорошо, мы все исправили. Я возвращаюсь в Автовепофис, говорю, они все исправили. А Автовепофис через день меня снова блокирует. Мне это надоело, я забрал своих подписчиков и попрощался. Все, точка. При том, что я рекламировал в этой рассылке свой личный блог. Никакой рекламы, никаких партнерок там не было. Представьте, просто мой блог. Мой блог, на котором мои статьи. Все. Даже ничего не рекламировал и ничего не продавал. Вот так. И меня заблокировал Автовепофис. Большое спасибо. Дальше. Спунктпэй. Спунктпэй последние несколько месяцев делает рассылку плохо. Отвратительно. Есть проблемы с этим. Все мои партнеры, ученики, все, кто зарабатывает на партнерках и на рекламе, все жалуются на спунктпэй. Дальше. Гудлипро. Аналогичная ситуация. Может неделю не работать. Да. Джазклик. Тоже. У кого-то нормально, у кого-то ненормально, кого-то блокируют. Меня лично Джазклик блокировал раза три мои аккаунты. Разные мои аккаунты. Но я говорю про рекламные аккаунты. То есть там, где я рекламировал какие-то партнерки и продавал какую-то рекламу. Вот эти все аккаунты на сегодняшний день все Джазклик заблокировал. Какие не блокируют, например, ну или редко блокируют. Допустим, если мы возьмем GetResponse. Да, вроде бы классный сервис, европейский сервис, дорогой. Он дорогой. Я его начал использовать на старт 20 баксов. Буквально через месяц я уже плачу 40. Понимаете? Потому что чем больше растет база, база у меня, как правило, быстро набирается. И даже рекламная база, даже не моя личная, а база такая, новостная рассылка по рекламе. Она очень быстро набирается. И GetResponse мне выставляет все больше и больше и больше. Но я удивился, когда письма из GetResponse стали плохо доходить. Ну как, где-то процентов 60 нормально, 40% попадает в спам. Это GetResponse, это один из лидеров рынка. Понимаете? И за такие деньги я просто сам ушел. Я отказался. И буквально вот недавно... Да, и вот буквально недавно мы с партнерами, у нас была такая цель несколько месяцев назад найти идеальный сервис рассылки. Мы перелопатили практически все сервисы, прошлись по ним. И оказалось, что Айоп оказался лучшим сервисом для рекламы партнерок и для рекламы рассылок. Почему? Смотрите, у него, конечно, тоже есть свои недостатки. Давайте сначала я расскажу про эти недостатки и потом про его преимущества. Например, вот первый недостаток Айопа, он не полностью переведен на русский язык. То есть есть много очень на английском и нужно... Например, для меня это не проблема, я использую Google Chrome, правой клавишей мышки кликнул на пустом месте, перевел на русский язык. Все. То есть эта проблема вот таким образом решается. Повторяю, он не полностью переведен, то есть частично переведен, но не полностью. Итак, перевод. Английский язык, русский язык. Понятно. Дальше. Второй такой небольшой недостаток, скажем. Возможно, вы встречали подписные страницы, где написана любая почта, подпишитесь в рассылку, кроме Mail.ru. И там может быть пояснение, типа на Mail.ru вы не сможете подписаться с почтой Mail.ru. Ну, смысл понятен. Но это тоже небольшая проблема, поскольку открываемость, доставляемость писем на все остальные почтовики, она просто зашкаливает. То есть она высокая. И пожертвовать каким-то одним почтовиком, например, Mail.ru, который составляет на сегодняшний день по моим наблюдениям 30% рынка, то есть у него было раньше 50%, сейчас у него осталось 30%. То есть с Mail.ru постепенно, постепенно переходят пользователи на Gmail. То есть очень много отбирает Google. Google и Gmail – это одно и то же. И вот Google, он у Яндекса забирает долю рынка, у Mail.ru забирает долю рынка. С каждым годом все больше. И на сегодняшний день Mail.ru осталось 30%, да, и эта цифра тает. Вот, и вы можете подумать на первый взгляд, ну, что это за рассылщик, если я не смогу слать на Mail.ru. Друзья, у вас вариантов нет. Проблема в том, что вариантов других нет. Мы, повторяю, два месяца занимались поиском какого-то достойного рассылщика, где мы можем рекламировать партнерки без проблем и продавать рекламу без проблем, то есть столько, сколько нужно. И хорошо на этом зарабатывать – это хороший, в принципе, доход. Вот. И мы не нашли ничего лучше, чем АЙОП, понимаете? Поэтому вариантов просто нет других. Вот так. Идем дальше. Я бы рад, с удовольствием, если бы были еще какие-то у нас рассылщики, но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация вот такая. На рынке. Моя история АЙОП и почему я вернулся. В двух словах. Смотрите. Где-то пять лет назад, ну, если вы помните, был такой сервис Smart Responder. Вот. Был такой сервис, мы все пользовались. Это был гигант рынка номер один, рассылщик Рунета. Все абсолютно использовали Smart Responder, я в том числе. Я платил за Smart Responder в месяц 100 евро. Да, вот такая стоимость была за Smart Responder. И он закрылся. Кто помнит, как закрылся Smart Responder, поставьте плюсик в чате. Кто помнит, ну, кто не помнит, понятно, ничего не ставит. Кто помнит, плюсики, пожалуйста. Смотрите, сколько людей помнит Smart Responder. Замечательно. Да, он был не сильно-то и дешевый, то есть первая тысяча подписчиков бесплатно, но дальше нужно было оплачивать. Вот. И я, у меня была там база порядка 20 тысяч подписчиков активных на тот момент. И 100 евро я в месяц примерно оплачивал, потому что мне не хватало, ну, обычные тарифы. Я там докупал все время. Да, Макс Хиггер, точно, это был основатель и владелец данного сервиса. То есть он его закрыл, хотя ему предлагали его продать. Ему предлагали достойные деньги выкупить, ну, многие хотели выкупить. Он проводил переговоры. Я знаю, что были переговоры по поводу покупки сервиса, но в итоге он его просто закрыл. Вот просто закрыл, никому не продал. То есть мы все оказались в ситуации, когда нам этот Макс Хиггер, он нам дал один месяц, он нам дал один месяц на то, чтобы переехать. Если помните, да, он говорит, забирайте свои базы, переносите свои автоворонки, ну и так далее, да. И куда, вот куда. И я, как и все остальные, тоже тыкался-мыкался, куда бы его пойти со своей базой. Никто особо не хочет принимать эту базу. Сразу вам говорю, что переехать в такой ситуации, когда у вас 20-тысячная база, вас все побоятся. Почему побоятся? Потому что нормальный сервис рассылки, он скажет, а где ты взял? Хорошо, смарт-респондер, окей, я все понимаю. Вот, а какие там подписчики, а давай их проверим. А может, они уже неактивные, а может, они не живые, а может быть, там спам-ловушки, а и так далее, и так далее, и так далее. То есть много-много вопросов. И мне посоветовали АйОб в тот момент, мне сказали так, что, Валерий, ты что, классный сервис, все, да, есть недостатки, вот такие. Но, значит, у меня был первый вопрос, а мою базу я смогу туда импортировать? Да, конечно. Значит, смотрите, какой был импорт. Из 20-ти тысяч, которых я загрузил в АйОб, тогда была возможность такая, можно было загрузить. И из этих 20-ти тысяч АйОб сделал рассылку, типа, что сервис рассылки новый, поменялся. И если вы по-прежнему хотите получать рассылку от Валерия Москаленко, нужно подтвердить. И в таких ситуациях подтверждает обычно максимум 30%. Ну почему? Ну потому что, знаете, человеку это не сильно нужно, как правило, да. Вот он подписан на рассылку, ну и хорошо подписан. А еще раз подписываться, он не помнит вообще, подписывался или не подписывался. Понимаете, какая ситуация? То есть это называется как бы перелив, перегон, вот я так называю, да. И всегда этот перелив, перегон, его нужно делать много раз. То есть чтобы переподписать в такой ситуации базу 20 тысяч и хотя бы сохранить половину, нужно было делать рассылку целый месяц. Вот бомбить целый месяц, напоминать, что сервис рассылки поменялся, нужно заново переподписаться, нужно снова подтвердить свое желание и так далее, и так далее. И это нужно делать не один раз. А в моей ситуации это произошло буквально один раз. Из моих 20 тысяч моя база превратилась там в несколько тысяч. Это первое, что меня сильно расстроило на тот момент. Дальше, ну конечно, база-то она у меня на компьютере осталась. Я нашел способ, потом я ее уже перезагрузил на другой сервис и так далее. Да, ну не суть, я не об этом хочу вам сказать. Я хочу вам рассказать. Ну и конечно, что мне не понравилось номер два, это то, что сам рассылщик, он был, ну вот английский язык и мало было статистики. То есть если в смарт-респондере я привык, что там сервис, который обладал большим количеством статистики и цифр, я мог посмотреть все, то здесь этого не было и я расстроился. Все, вот моя эпопея была на тот момент. И я пошел дальше в поисках другого сервиса рассылки. Партнерку я попробовал там рекламировать буквально пару рассылок каких-то сделал, провел один или, ну да, наверное, один вебинар на эту тему, как переехать, куда перенести базу и все. И пришлось мне искать другой сервис. В общем, вот такая моя история. Но почему я вернулся? Как я уже сказал, буквально несколько месяцев назад мы тестировали множество сервисов рассылок и методом такого научного тыка, пробу и ошибок, пришли к Айоку. Это было первое возвращение. И когда один из моих партнеров говорит, что, Валерий, так, мол, и так, что без Айопа на сегодняшний день зарабатывать на рекламе и на партнерках практически не получается, невозможно, да? То есть я для себя просто понял, что все, без Айопа мы уже не сможем работать. Это первое. Второе. Второе. Партнерская программа. И мне мой партнер говорит, что 87%, то есть шикарный маркетинг, шикарный маркетинг-план, многоуровневый, с переливами, то есть четные и нечетные. Там есть такие вещи. Я сегодня тоже вам подробнее расскажу, что это значит и что это, например, для тех, кто вообще не умеет приглашать, не знает, как с рефералами работать. И, в принципе, это не сильно нужно для многих, если они сделают несколько вещей. Ну, об этом немножко позже. Вот. И, конечно, на фоне того, что на сегодняшний день отсутствуют классные партнерки, на фоне того, что на сегодняшний день отсутствуют сервисы стабильные, такие сервисы рассылок для рекламы, для партнерок отсутствуют, ну, выбирать не приходится. Поэтому я возвращаюсь в АйОб, друзья. Я и мы вокруг АйОб делаем школу. Мы делаем, это я немножечко уже забегаю наперед, мы создали сайт, мы его наполнили, значит, новыми уроками, мы создали с партнером, создали целую автоворонку специальную, то есть сделали, в принципе, все для того, чтобы любой, начиная от новичка и заканчивая профессионалом, то есть неважно, какой у вас уровень подготовки, чтобы вы смогли прийти, получить, первое, получить вы рассылщик хороший, чтобы вы могли набирать базу подписчиков и зарабатывать на этом рассылщике. Дальше. Чтобы вы могли зарабатывать достойно на самой партнерке АйОба, вот, чтобы, если у вас есть проблемы, вы не понимаете, значит, у нас есть для вас абсолютно бесплатная техподдержка, да, техподдержка бесплатная для новичков, кто не понимает, кто не знает, у кого вопросы, кто не сможет уроки выполнять и так далее. Ну, об этом тоже немножко позже. Все по порядку. Идем дальше. Запись, наверное, будет. Наверное. Ну, потому что я записываю, и Евгений Апанасов, мой партнер, он тоже записывает. Поэтому, друзья, запись постараемся, но бывают технические сбои. Так, дальше идем. Почему вам нужен АйОб и почему важно быть первым? Ну, почему нужен АйОб, я уже ответил. Почему важно быть первым? Очень простой пример. Смотрите. Например, вот вы партнер, неважно, какой там супер профессионал или новичок, вот неважно, да, и если вы подключитесь в тот момент к партнерке, когда уже все будут там, то будет немножко обидно и печально, да, что вы не в числе первых. Почему? Потому что это похожая история, как вот инфопродукт, который первый месяц хорошо продается, второй хуже, а третий месяц он вообще не продается, да. Ситуация с АйОбом похожа. Да, здесь есть обонплата, и те ребята, кто первые придут, они подпишут под себя больше всего людей, и они будут больше получать просто. Вот и все. Если вы придете в конце, там через три месяца вы созреете, да, и придете в АйОб, то может получиться так, что на рынке желающие, ну, они останутся, то есть там 20, там, не знаю, сколько процентов рынка еще останется на тот момент, вот, которые будут подключаться, да. То есть вы просто в 10 раз меньше будете зарабатывать, чем те, кто придут сразу, да. Вот сейчас в АйОбе мало, мало, да, мы начинаем. И важно быть просто среди первых. Ну, я думаю, вы понимаете, если вы это не понимаете, ну, я не могу по-другому вам объяснить, да. Думаю, арифметика проста, здесь все просто, кто быстрее приходит, под него больше людей пойдет, просто все. Анатолий пишет, что рынок у нас огромный. Да, рынок огромный, но те, кто интересуются, смотрите, базы подписчиков пересекаются. И курсы, курсы, или какие-то автоворонки, или какие-то новые там разные вещи, они очень быстро распространяются на сегодняшний день. И, ну, и все, да, и все об этом знают. И просто все, кто захочет, первая волна, первая волна придет в АйОб, это будет максимальное количество людей. Вторая волна будет уже меньше, третья еще меньше и так далее, да. И потом просто будет какая-то, такая определенная статистика, то есть через там какое-то время, допустим, три месяца пройдет, или шесть месяцев пройдет, я не знаю точно, сколько пройдет времени, но потом не будет такого, знаете, что под вас подписываются ежедневно толпы людей, такого не будет. Это будет только в начале. Но благодаря тому, что у вас, что в сервисе обонплата, и люди здесь не откажутся от сервиса рассылок, просто не откажутся. Почему? Потому что в нашей школе мы будем учить зарабатывать на этой рассылке, понимаете? И эта рассылка, она нужна будет людям. Они без нее не смогут. И они будут оплачивать ежемесячно обонплату за сервис рассылок. И, конечно же, мы будем учить еще и зарабатывать на этом, поэтому вдвойне будет людям интересно оплатить этот сервис рассылок. А так как я сказал, что мы будем давать пять партнерок, пять, то будет в пять раз интереснее человеку оплатить этот сервис рассылки. Понимаете? А Сергей пишет, 150 миллионов жителей в Российской Федерации, а в мире семь миллиардов, Сергей. Да. И переводчики никто не отменял. Но это не говорит о том, что все эти 150 миллионов заинтересованы в нашем бизнесе. У нас определенный сегмент. Если быть точнее, например, рынок инфобизнеса, рынок партнерских программ, инфопартнерских вот таких, инфокурсов, он насчитывает активный рынок где-то может быть четверть миллиона всего лишь. То есть если вы зададитесь целью собрать всех, всех, кто интересуется этой нишей, вот в этой теме, в этой теме находится, это будет, может быть там 1200, может быть 300. Вот так. Все. До полумиллиона максимум. Ну, это будет потолок. И то это, наверное, будут не все строго целевые. Да. Разве нет бесплатных рассылщиков? Ну, давайте так. Вопросы в конце занятия. Но бесплатных рассылщиков нет, Хамза. Есть какой-то триал, то есть бесплатный период, например, там на месяц, на ограниченное количество, на 100 подписчиков, до 1000 подписчиков. Такое есть. То есть начинать, начинать бесплатно, да, но если мы говорим, что у вас, допустим, вы этим будете заниматься нормально, я даже не говорю профессионально, а говорю просто нормально, да, то надо будет оплачивать, потому что рассылщики – это платный инструмент вообще-то. Так же, как и хостинг. Вот. Нормальный хостинг, только платный, да, потому что там, где бесплатно, там либо проблемы, либо не работает сайт, либо еще что-то. Так, друзья, идем дальше. Почему важно быть первым? Я думаю, я ответил на этот вопрос. Итак, смотрите, презентация уроков и автоворонки. Значит, я уже сказал, что вокруг данного бизнеса мы решили создать целую школу. Вот. И вы получите… Что в этой школе вообще будет? Ну, первое – это уроки. 30 уроков. Смотрите, 30 уроков на тему… Начиная с нуля, то есть как создать, если у кого нету там хостинга, домена, как это все зарегистрировать, как настроить автоворонку, вот, как все это настроить на сервисе Айоп, как набрать базу подписчиков, как зарабатывать на этой автоворонке, как зарабатывать на партнерской программе Айоп. То есть вот такая целая школа. Плюс, конечно же, вы получаете набор файлов. Это шаблоны подписных страниц. Это серия писем. Это 10 страниц. Ну, всего там 10 страниц. Значит, страницы такие мотивационные, страницы благодарности с уроками. Там нужно просто посмотреть инструкцию, посмотреть урок и подменять свои партнерские ссылки. То есть заменить на свои партнерские ссылки. И вот такая настройка. Дальше, как я уже сказал, у нас есть абсолютно бесплатная помощь для партнеров. То есть если вы в нашей команде, вы в нашей школе, вы получаете абсолютно бесплатную помощь и поддержку не ограничено по времени. То есть всегда мы готовы прийти к вам на помощь и прокачать вас. То есть помочь вам. Почему? Мы заинтересованы, вы зарегистрированы под нами и нам это выгодно. Вот. То есть никаких подвохов нет. Единственный момент. Как вы думаете, сколько может стоить такая школа? Повторяю. Смотрите. 30 профессионально записанных уроков. Допустим, автоворонка, которая насчитывает 10 страниц, 7 писем, серия писем, помощь и поддержка на всех этапах. Абсолютно. Да, вот сколько, какая стоимость такой, такой, такой школы, такого обучения, как вы думаете? Сколько это может стоить? Напишите, вот какую цифру, где-то может быть вы подобное что-то видели. Вот сколько обычно в среднем берут за это обучение? Сколько это может стоить? Валерий написал бесплатно. Ну, бесплатно. Напишите, где такое бесплатно есть. Если вы имеете в виду, у нас бесплатно, напишите, где вы такое видели. Вот Клим пишет, 15-20 тысяч. 15 плюс рублей тысяч, да? Вот Николай пишет, почти 20 тысяч. Друзья, смотрите. Да, и что, если я скажу вам, что вот Сергей пишет 5, Сергей еще пишет, уже много за сервисы отдал, готов 10 тысяч, Наталья 10-12. Да, как вы вот считаете, что если, например, для тех, кто идет в нашу школу, в нашу школу, это будет бесплатно, полностью, вот абсолютно бесплатно. Напишите, как вы считаете, нормально это будет? Соколова, Лиля написала, плюсики. Да, Анатолий пишет, это шок, это супер. Вау, нормально, супер. Да, смотрите, друзья. Ну, я рад, что у вас такие положительные эмоции. Я думаю, что вы не зря потратили время, уже практически час идет вебинар. Не зря потратили время, сегодня пришли на занятия. Первое, смотрите, значит, я вам даю сейчас ссылку прямо в нашем чате. вот такая ссылка, она ведет. Давайте, друзья, вопросы немножечко позже, Татьяна и все друзья, немножко позже, еще раз дублирую вам ссылку, чтобы видели. Пожалуйста, сейчас в чате ничего не пишите, и все вопросы мы обсудим в конце занятия. Вот эта ссылка ведет на нашу школу. Вы переходите по ссылке, вы попадаете сразу на регистрацию. Кто перешел и попал на регистрацию, здесь два урока, регистрация платежной системы и регистрация и оплата АЙО. Вот, кто перешел и попал, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Вот сейчас уже нужно ставить плюсики, если вы перешли по ссылке, попали на эту страничку, да, отлично, есть. У нас есть плюсики. Дальше, смотрите, что вам нужно сделать. Чтобы попасть в нашу бесплатную школу, вы получите сейчас пароль от меня специальный, да, вот, это, ну, абсолютно бесплатно, но вам эта школа не будет полезна без АЙО. Да, у кого есть ПР-кошелек, замечательно, значит, вам первый урок не нужен. Вот. Итак, повторяю, что эта школа вам будет абсолютно бесполезна без регистрации в АЙО. Да, но если вы идете под нас, если вы регистрируетесь, вот под нас, это значит, после второго урока есть кнопочка регистрация в АЙО, то есть перейти в АЙО и зарегистрироваться. Ваш спонсор, я, Москаленко, мой логин, моя фамилия, кто не знает, Москаленко, и вы, когда регистрируетесь в АЙО, вы идете под меня, под меня, и я ваш, как бы, спонсор, как бы ваш куратор, ваш тренер, и мне выгодно вас научить. И, если вы идете под меня в АЙО, смотрите, вы переходите на, потом, после того, как вы оплатили уже АЙО, повторяю, 11,5 долларов, ну, давайте округлим, 12, с комиссиями, со всеми, 12 долларов, вам нужно завести в ПР кошелек, чтобы у вас на кошельке ПР там были 12 долларов, из кошелька ПР вы спокойно оплачиваете АЙО, смотрите в уроке, уроки записаны моим партнером Евгением Апанасовым, да, вот, он постарался для вас, записал эти уроки, и вы регистрируетесь, повторяю, оплачиваете АЙО, далее вы переходите в раздел уроки АЙО, я даю вам еще, ну, это главная страница нашего сайта, вот вам, пожалуйста, еще ссылочка, и вот здесь вы увидите, что нужно ввести пароль, да, видите, что нужно ввести пароль, я вам даю пароль, один момент, так, пароль даю вот в чате, смотрите, друзья, сейчас обратите внимание в чат, есть ссылка, ну, этот же сайт, просто главная страница, там нужно ввести вот этот пароль, пароль копируйте, аккуратненько, без пробелов, лишних каких-то впереди и сзади, если вы правильно введете этот пароль, вы попадаете в уроки, в уроках, давайте проверим, давайте вы сейчас, напишите, пожалуйста, цифру 20, ну, должно копироваться, должно копироваться, ну, давайте, я еще раз в конце занятия дам этот пароль, напишите цифру 20, кто уже попал, ввел этот пароль и попал в уроки, и видит там 30 уроков, так, все пишут, не копируются, не копируются, пароль не копируются, пароль не копируются, оно копируется без выделения, подсказывает нам, клим 71, это, по-моему, Сергей зовут человека, и, по-моему, Сергей, вот как раз цифру 20, поставьте, у кого получилось, так точно, вот Сергей подсказывает, да, что копируется, друзья, 20, смотрите, замечательно, я еще раз бросаю вам пароль, копируете, не выделяя, смотрите, давайте так, ничего не пишите, пожалуйста, пожалуйста, друзья, стоп, не пишите, чтобы люди могли скопировать, я бросаю пароль, ничего не пишем, чтобы все остальные, кто не смог скопировать, сейчас видели этот пароль, смогли скопировать, и авторизоваться, зайти в этот кабинет, и так, суть, значит, что нам интересно, вместе с вами, вы идете под меня, мне очень интересно, вас прокачать, то есть, сделать так, чтобы, но будет рассылка, сразу говорю, после сегодняшнего занятия, будет рассылка, в рассылке будет пароль, будет запись занятия, я надеюсь, поэтому все у всех получится, даже если на самом вебинаре, у вас что-то не скопировалось, вы не попали куда-то, не страшно, и так, повторяю, значит, вы идете в нашу школу, мне интересно, и мне, и всем нашим партнерам, и Евгению, очень интересно вас прокачать, поэтому вы получите и уроки, вы получите готовую, настроенную автоворонку, такую, которую мы используем для себя, чтобы у вас хорошо собиралась база подписчиков, с высокой конверсией, подписные страницы, с высокой конверсией, страницы благодарности, продающие страницы письма, и так далее, и так далее, и так далее, все это вы получаете бесплатно, абсолютно, да, абсолютно. Оксана не знает, куда пароль вставить, Оксана, перейдите на главную страницу сайта, и там у вас попросят пароль, вы увидите, что нужно ввести пароль, и вот туда вставляете пароль, вот, дальше, вот, все это, все эти материалы, бесплатно, уроки бесплатно, помощь и поддержка бесплатно, дальше, что будет дальше, друзья, смотрите, наши планы, мы в ближайшее время уберем пароль, скорее всего, мы приняли такое решение, этот пароль вообще мы уберем, мы на базе этого маленького сайта, делаем огромную большую школу, зачем, зачем, уроки по трафику уже внутри, Геннадий, урок по трафику уже есть, среди вот этих 30 уроков, там есть несколько уроков по трафику, так что, у вас вообще вопросов не будет, а если и будут, то мы вам поможем, все равно, понимаете, с трафиком, и маркетинг есть, да, там есть в уроках, все есть, обязательно, да, несколько слов про маркетинг, смотрите, значит, маркетинг устроен таким образом, что есть такое, как понятие переливы, да, кто знает, не знает, я объясню, есть, например, вы привели кого-то под себя, вот этот кто-то привел еще кого-то, тоже под себя, да, но, все рефералы делятся на две категории, четные и нечетные, значит, например, четные попадают к вам, а нечетные к вышестоящему, то есть, вы привели, вы привели 100 человек, из которых 50, 50 идут к вам, и вы зарабатываете с каждого, например, по 10 баксов, ну, я округляю, там, чуть меньше, наверное, вот, смотрите, с каждого, допустим, по десяточке, значит, вы привели еще раз 100 человек, но получаете вы с 50 по 10, то есть 500, извините, 50, ну, да, 500 долларов, вы получаете с 50 человек каждый месяц, ежемесячно, а еще 50 пошли вышестоящему вашему спонсору, с одной стороны, вы скажете, ну, это же неправильно, но с другой стороны, получается, что те спонсоры, которые мало приглашают, или плохо приглашают, или вообще не умеют работать с приглашениями, они получают великолепный шанс, тоже зарабатывают, понимаете, то есть, зарабатывают в системе все, от мало до велико, кто много умеет там приглашать, работать профессионально, кто средний, кто вообще не умеет ничего, он, скорее всего, тоже получает вот эти переливы, понимаете, то есть система как бы распределяет на всех, и много, я читал про Айом, что многие пишут, что достаточно пригласить одного, просто даже одного человека под себя, и если этот человек окажется активным, и начнет приглашать уже других, то вам, даже если вы пригласили одного всего лишь, вам уже будет весьма интересно, вы уже будете в плюсе, понятно, да, то есть вы уже начнете зарабатывать, скорее всего, ну, какие риски, давайте поговорим про риски, про маркетинг, будет специальный вебинар, будет его проводить Евгений Апанасов, это будет на следующей неделе, друзья, это такое сразу объявление вам, и Евгений, он подробнее расскажет вам про маркетинг план, про все преимущества Айопа, то есть маркетинг будет проводить технические уроки для наших партнеров, то есть вы приходите в нашу школу, мы для вас проводим занятия, кроме уроков будут еще вебинары, на эти вебинары вы сможете приглашать своих друзей, своих потенциальных партнеров тоже, понятно, и в школу тоже. Несколько слов о перспективах школы, что мы планируем, я уже сказал, мы в ближайшее время планируем убрать пароль, открыть все уроки и открыть объятия для абсолютно для всех, вам будет намного легче приглашать, то есть вы даете человеку просто свою, ну это будет в будущем, это уже не сейчас, а в ближайшем будущем, примерно в течение месяца, вы даете свою партнерскую ссылку на бесплатную школу и говорите, я вот здесь, я уже зарабатываю, можете даже там показать, сколько или не показывать, но все просто, вы даете вот эту ссылку или делаете рассылку по своей базе, или вы, если у вас еще даже нету базы, вы просто хотите другу дать ссылку, вы просто даете свою партнерскую ссылку и говоришь, welcome, в мою, вместе со мной в бесплатную школу, все, а так как школа бесплатная, пойдут все, то есть никто не отказывается от халявы, ну извините за такое слово, но это так, это на самом деле так, никто не откажется от бесплатного классного предложения, вот так, поэтому школа быстро будет набирать обороты, распространяться, школа будет большая, много-много будет людей в школе сейчас, в ближайшие месяцы, и вам в числе первых быть просто выгодно, ну я вам так скажу, если вы сегодня попали на вебинар, и вы понимаете, о чем я говорю, вы попали в нужное место, и в нужное время, да, и ваши шансы, даже если вы новичок, и абсолютно у вас ничего нет, ни сайта, ни базы подписчиков, у вас при небольшом желании, у вас все это при небольшом желании, и при маленьких вложениях, потому что нужно иметь, айоп, это первая инвестиция, 11, ну 12 баксов, нужно иметь сайт, хостинг, это еще пару долларов, и все, а нужно еще иметь рекламный маленький бюджет, это уже, ну у каждого он свой, допустим там, в среднем, 3000 рублей возьмем, да, 50 долларов, вот, и этих денег уже хватит, и давайте я вам расскажу интересную схему, обещал, да, я вам расскажу сейчас схему, как из, как из 100 долларов, сделать, например, 500-1000 долларов ежемесячно, давайте, если хотите такую схему, пожалуйста, поставьте 100, цифру 100 в чат, сейчас, если вам нужна схема, как из 100 баксов, просто, берем 100 долларов, один раз, и из этих 100 долларов, ежемесячно, делаем 500-1000, на автомате, смотрите, ну как, не совсем на автомате, придется работать, это не волшебная кнопка бабло, да, это реальная работа, вот, ну просто, это хорошая рабочая схема, которая на 100% у вас сработает, смотрите, друзья, предположим, у вас есть 100 баксов, да, это все ваши деньги, это весь ваш бюджет, абсолютно на все, что вам нужно, вы берете, выделяете, из этих там 100 баксов, например, там 12 долларов на АйО, там 5 баксов на хостинг, и домен, да, у вас остается образно там 80 долларов, да, 20 долларов уже потратили, вот, 80 осталось, вы настраиваете, ну, мы вам даем бесплатно воронку, мы вам даем бесплатно уроки, вы настраиваете воронку, мы вам помогаем, все, у вас есть 80 долларов, например, на рекламу, вы по нашим урокам, закупаете на эти 80 долларов, ну, надо, правда, правильно это сделать, чтобы не слить бюджет, а посмотреть внимательно уроки, под нашим чутким руководством, закупиться, да, на эти 80 долларов, что вы получите, вы получите базу подписчиков, ну, например, не очень много, давайте реально, я вам сейчас прикину, сколько это будет на 80 долларов, подписчиков, ну, допустим, если даже у нас подписчик по 30 рублей, 80 баксов, 160, ну, в районе 200 подписчиков вы можете получить, если вы в начале подписчики, обычно в самом начале, они дешевле, потому что у вас никого нет, когда у вас база растет, у вас каждый следующий подписчик обходится дороже, поэтому можно на эту сумму рассчитывать на 300 подписчиков смело, вот я бы даже сказал, что при высокой конверсии подписной страницы, а вы получите именно высокие, ну, подписные с высокой конверсией, и у вас будет порядка 300 подписчиков, да, что будет из этих 300 подписчиков, если они пройдут через фильтр, через вот эту воронку, которую вы настроите, вы получите, скорее всего, какой-то процент, допустим, возьмем условно 10 процентов, которые пойдут в АйО, до 10 процентов, то есть 30 человек, ну, давайте даже возьмем не 30, а 10, то есть не 10 процентов, а 3 процента, то есть возьмем маленькую конверсию, 3 процента, самые, ну, будем считать по самым таким пессимистичным прогнозам, по самым нехорошим, да, по самым минимальным, 3 процента, 10 человек зашли в АйО под вас, да, и 10, ну, так как там есть переливы, вы вернули практически половину, уже, да, то есть 10 человек вы привели, 5 пошло под вас, 5 пошли к вышестоящему, но вот эти 5, 50 баксов у вас уже есть, вы вернули, да, то есть часть вложенных средств вы уже вернули, буквально сразу же, не успев потратить их, ну, точнее как, вы их потратили, но сразу вернули на следующий день, практически, вот, дальше, что происходит, дальше эти люди попадают в нашу школу, вместе с вами, да, они в нашей команде, в нашей дружной семье, и получается, мы им тоже помогаем, мы тоже заинтересованы их прокачать, вот, они дальше, они будут ежемесячно вам оплачивать, вот, ежемесячно, и вы возвращаете часть денег, да, вы дальше можете закупать рекламу, таким образом, вы уже не вкладываете деньги со своего кармана, вы, те деньги, которые вам вернулись, вы их дальше вкладываете в рекламу, сколько их можно вкладывать в рекламу, ну, в принципе, сколько угодно, но, если вы не хотите больше вкладывать в рекламу, способ номер один по бесплатному трафику, это взаимопиар, когда у вас уже есть вот эти 300 подписчиков, вы можете применить взаимопиар, и делать взаимопиар один на один, это делают все мои ученики, партнеры мои, я раньше сам постоянно это делал, всегда, вот, есть специальные у нас уроки, есть специальные сервисы, инструменты для этого, но, давайте, кто знает про взаимопиары, и применяет взаимопиары, поставьте, пожалуйста, цифру 200, вот, если вы получаете подписчиков, благодаря взаимопиарам, один на один, и не вкладываете деньги вообще в рекламу, 200 в чат, сейчас цифру 200, если взаимопиары для вас, это способ пополнения, абсолютно бесплатный способ пополнения вашей базы, да, вот, есть уже два человека, кто это делает, есть три человека, кто это делает, смотрите, и так, давайте, делаем такое резюме небольшое, у вас есть 100 долларов, вы тратите первые 20 на инструменты, это рассылка, это хостинг, все, дальше, 80 вы вбрасываете в рекламу своей автоворонки, дальше, первые деньги вы получили, вы можете, немножко еще добавить для рекламы, чтобы у вас база быстрее просто увеличилась, например, не 300, а 500 подписчиков, да, чтобы у вас уже было, дальше, вы больше не вкладываете ни одной копейки, ни в инструменты, ни в рекламу, ни в никуда, вы просто делаете ежедневные взаимопиары, и ежедневно подписываете воеб, ежедневно подписываете воеб, под себя, расширяете свою команду под собой, и все больше и больше обонплата в месяц уже капает вам, то есть уже не 50 долларов в месяц вы получаете там, а больше, 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 то есть каждый днем, если даже каждый день по одному человеку вы будете подписывать, но если вы будете меняться, использовать активно взаимопиары, значит вы будете получать свою базу новых подписчиков, правильно? Правильно. А если вы будете получать новых подписчиков, какой-то маленький процент будет сразу заходить в нашу школу, правильно? правильно и оплачиваем это правильно значит вы будете увеличивать свою ежемесячную прибыль правильно то же правильно а как еще можно заработать имея базу подписчиков напишите кто знает кто знает как можно дополнительно заработать имея базу подписчиков на чем можно еще до кроме айопа на чем ещё можно заработать вот у вас же база есть да то есть вы зарабатываете уже на йопин а партнерки благодаря этой базе благодаря воронки благодаря взаимопиаром от на чем еще можно заработать владимир пишет партнерки ressылки по базе рассылки по базе Продавать рассылку, другие рассылки, реклама. Правильно, друзья. То есть вы сможете еще зарабатывать прилично. Ну сколько? Давайте сколько. Кто зарабатывает на рекламе в рассылках, напишите средний свой доход. Если вы продаете рекламу в базаре, в инфозе, напишите в среднем свой доход в месяц. Давайте. Можете написать размер базы и доход. Я знаю цифры, но я хочу, чтобы люди написали, чтобы это было реально и вы видели результаты конкретных людей. Вот Стас написал 30 тысяч в месяц рублей. Да, я помогу, так подскажу, потому что 30 тысяч непонятно, это в рублях, потому что в долларах это нереально, в какой-то другой валюте тоже это все в рублях. Да, значит дальше. Сергей пишет 30-45, 7 тысяч подписчиков, но с пункт П плохо работает. Да, Айоп, пожалуйста, Айоп. Да, для такой схемы нужен Айоп. Сергей, где-то 15-20 тысяч. Стас рублей, база 4 тысячи. Смотрите, друзья, на самом деле, да, то есть иметь 20-30 тысяч в месяц на рекламе, просто на рекламе, это элементарно, имея базу пару тысяч, ну 3. Вот 3 тысячи, это будет элементарно. Дальше. Айоп приносит еще столько же, примерно, с такой базы, каждый месяц. Вот вам тысяча баксов. Вот вам тысяча баксов. Кто понял мою схему, вот кто понял, как из 100 долларов сделать каждый месяц тысячу баксов, постоянно, стабильно и без напряга. Пожалуйста, поставьте тысячу в чате. Поставьте цифру тысячу в чате сейчас, если вы хотя бы более-менее поняли мою мысль, мою схему. Продолжение следует...